МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Застройщик Общества с ограниченной ответственностью Энергопром. Хорошо. А кто подписывал документы? Кутищев, заместитель главы администрации Волгограда. В настоящее время он уже не работает. Никакой ответственности на себя никто не хочет брать. Все ссылаются на инспекцию областного строительного надзора. Но та тоже снимает с себя ответственностью и говорит, что застройщик Энергопром предоставил им документы о готовности здания. На самом деле никакой готовности не было. Дом был полностью недостроен. Облицовка на 50% была только закончена. Черновая отделка в квартирах не была сделана. Мы обращались во все инстанции, куда только можно было. Вот я вам могу показать кибу документов. Это все ответы, отписки на наши жалобы. Вот их сколько. И никто ничего делать не хочет. Суды признают, что обязанность сделать был ремонт. Передают судебным приставам. Судебные приставы тоже отказывают во всем, потому что ООО Энергопром отсутствует имущество. С нас хотела управляющая компания даже 65 рублей с квадратного метра в институте для того, чтобы мы платили за фасад. Прошло всего лишь два с лишним года. Пять лет гарантии должен отвечать застройщик. Я не знаю, с чем это связано. У некоторых людей в домах уже, в квартирах идет грибок. Но я считаю, жить в таких условиях просто невозможно. Проходя и нам постоянно пишут объявления, будьте осторожны вокруг 30-го дома. Возможно, падение листов. Это вообще как? Наш дом производит впечатление, как после бомбежки. Действительно так у нас в квартире, когда дождик затекает, все с потолка льется вода. Прямо вот после дождя, вот в эту стулку, вот в которую, ну, плитки отлетают. И вот туда затекает вода. И все прям с потолка капает. Рушится каждый, я не знаю, день они падают, эти плиты. Они только их снимают, и все, и зимой, и летом они их снимают. Толку от этого ноль. Хотя каждый год они нам говорят, что будут делать ремонт. И все. Друзья приходят в гости, все в ужасе просто. От того, что как бы никто не верит, что этот дом только построен. Все говорят, что как вы вообще здесь живете. Холодно должно быть в квартире. У нас, мы боимся, что здесь невозможно ходить. Предупреждаем всех, чтобы люди не ставили здесь машины, не играли дети, потому что плиты сыпятся. Обшита вот этой пленкой. Она все время, она не дает спать ночью. Она гремит. Все вообще эти крепления, ощущение, что ты живешь в доме, который вот-вот рухнет. Я установил сплит-систему, и ночью плита этого фасада оторвалась и ударила мне наружный блок. Ночью был такой грохот, я думаю, какой-то взрыв. Хочется задать вопрос, в чем виноваты мы, именно жители, которые просто-напросто хотят жить нормально. Ну, вообще ужас, потому что, как автомобилист, я вам скажу, сколько здесь было разбито машин. Представляете, падают вот эти листы, падают на автомобили. Автомобили дорогостоящие. Люди осудились? Есть такие случаи. Ну, а с кем, как? Дорогу я вам попал, дорожники есть. А здесь что, с кем? С этим застройщиком? У меня карниз оконный. Капширка полетела, зимой помяло. Стекло два раза меняло уже. Пресного. Голый утеплитель, снег, дождь, все промерзает, фасад валится. И, кстати, неоднократно, когда были ветра, при мне падал фасад, и чуть не на голову. Неоднократно вызывают альпинистов. Что вызывает? Жел. И приходят, снимают фасад. То есть те же альпинисты, они могут прикрутить эту плиту, они снять ее, снимают, бросают. Если сейчас не будет сделано, то квартиры промерзнут и разрушится дом. Не вышел гарантийный срок, а люди требуют с нас вот эти работы по фасаду. За это все отвечает застройщик, который сдал такой фасад. Застройщик и те, кто принял этот дом в таком состоянии. Мне тоже жутко, и нам, управляющей компанией, тоже жутко. Мы предлагали, проводили несколько раз собрания. Предлагали за счет строки содержания общего имущества. Большинство проголосовало против. Предлагали за счет средств жильцов с рассрочкой на 12 месяцев против. Мы разные варианты предлагали. А за что люди должны платить? За недоделки и строительные расстояния? Подождите, пожалуйста, а из каких средств должна управляющая компания провести многомиллионные работы по фасаду? Вы мешаете нам самим управлять. Мы, если сами будем управлять, мы даже меньше тратить будем. Это не бесполезно. Это именно по теме. Вы в течение пяти лет сейчас... Сейдар, помолчите, пожалуйста. Нет, вы уже говорили. Вы в течение пяти лет сейчас нас потянете, потом нас оставите. И потом скажете, гарантия закончилась, все, это ваши проблемы. Она упустила момент, что учредитель и застройщик ООО «Энергопром», и управляющий компанией ООО «Энергопром» является одно и то же лицо. Щербин Алексей Семенович. И, естественно, что мы можем требовать от управляющей компании, если застройщик не хочет делать ремонт, а управляющая компания не сможет это сделать без него что-то. Мы не можем от нее ничего требовать. Это само собой разумеется. Это естественно, что она ничего делать и не будет. Снаружи дом реально опасен. Мы заплатили за свои квартиры, а нас просят заплатить, что за ремонт.